Саня, 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 ну хватит пиликать уже! Крыныца. Что? Я делаю точно так же, как делал Шерлок Холмс. Когда он играл на скрипке, к нему приходили в голову умные мысли, и он раскрывал нераскрываемые дела. А у нас этих дел, смотри, какая куча. Ты помнишь, что нам генерал сказал, что с нами будет, если мы дело не раскроем? Помню, помню, помню. Пойдёте приусы мыть, полицейские. Поэтому не мешай мне. Саня, Саня, да слушай, Саня, а кстати, вот как думаешь, вот Шерлок Холмс, он взятки брал? Как ты задолбал меня? Ты мне весь детективный метод разрушаешь! Я просто любознательный. Любознательный он. Привет, мальчики! Вот, ваши проценты принесла. Холмс, Сова, ты задолбала! Невозможно сосредоточиться, тебе стучаться не учили? Да, и что? И весь детективный метод мне поломала. Вот именно. Не видишь, тут работают лучшие умы правоохранительных органов? Ну, какие у вас лучшие умы? Вот у меня один клиент, индус, он научил меня медитировать. И что? Во время медитации он заставлял свой мозг работать на девяносто девять процентов. На девяносто девять процентов? Ага. Это интересно, давай, показывай. А вот я вот, кстати, слышал, что индусы во время медитации воскуривают там траву. Так, может, мы тоже из вещдока что-то возьмем? Так, тихо я сказала. Должна быть тишина. Ну, и что? Вот так вот мы сейчас помычаем, и преступники сами придут сдаваться? Есть. Что есть? Пришел? Есть мысль. Какая? Только что на меня зарение прям снизошло. Господи, как же я раньше до этого не додумался. Ничего. Все гениальное просто, смотри. Берем дело, любое. Так. Пожалуйста. Ограбление на улице Речной. Ну, вот здесь вот. Да. Берем ручку. Смотри. Добавляем при. И получается ограбление на улице Приречной. Так это аж, аж, аж. Вот именно. Это другой район. Это не наш отдел. Пусть они сами разбираются. Вот это ты сам гений. И минус нераскрытое дело. Это... С Хворцовой спасибо сказать надо. Молодец. А, кстати, где она? А где наши бабки? Ну ты сами дебил. С Хворцова! Ой, подожди! Что ты, мать, меня заклинило? Крымиться! О, есть. Первая Р. О, видите, есть уже первая буква Р. Не прошло и полчаса. Как нам известна, первая буква в первом слове. Ага. Детушка, плохо мне. Может, я еще раз к доктору схожу? Пусть новый рецепт напишут, а? Ну нет смысла. Они такими каракулями там пишут. Ничего не понятно. Вы что, думаете, зря мы шифровальщика нанимали из СБУ? Вторая Е. О, Е! Пошло дело, пошло! Может, я к другому доктору схожу, а? Дедушка, ну ни в коем случае. Пол работы проделано. О, щас, щас, щас. Ну, мне бы лекарства скорее. Может, я схожу в поликлинику и попрошу их распечатать на компьютере. Да. Только вам придется купить им бумагу, принтер, картридж. У нас дешевле обойдется. Третья буква С. О, С. Третья. Поверьте, у нас услуги расшифровывания намного дешевле. Ой, что-то плохо, что-то плохо мне. Очень долго расшифровывать. Давай, давай. Четвёртая буква Е. Е. С опережением идём. Пятая П. П. Нам всего лишь осталось одну букву отгадать. Шестая Т. Есть. Есть. Первое слово отгадано. И это слово рецепт. Рецепт. Тихо, тихо. Держи его, давай. Сейчас я ему накапаю. Да куда ж ты, без рецепта? Да тут я точно знаю, корвалол или валидол. Пей, дедушка. Что ж ты так заканчивал свою эту школу расшифровывания, как я, медучилий? Доктора – это самый сложный уровень. Ну что ж? Продолжайте. Давай. Да, старичка. Давай завтра. Не-не-не-не-не. Так мы клиента потеряем. Давай. Ага. Ой, здравствуй, доченька. Здравствуйте, бабушка. Присаживайтесь. Ага. Вы за кредитом пришли? Нет, что ты. В моем возрасте брать кредит – не очень хороший подарок для внуков. Сами понимаете. Вот, я это, коммуналку оплатить. А, коммуналку – это вам в кассу. Только кассира сейчас нет на месте. А я подожду. Я не спешу никуда. Очереди сейчас в поликлиниках маленькие, там неинтересно. А час пик в автобусах только через полчаса начнется. Вот там и оторвусь. Присаживайтесь тогда. Ага, хорошо. Вот подожду, подожду. Здравствуйте. Чем могу помочь? А где взять еще? Взять еще? Деньги вы имеете в виду? У нас есть очень хорошие беспроцентные кредиты. О, точняк, кредиты надо мне. Вам в гривнах или в долларах? В долларах, а что? Да, в долларах можно, да. Хорошо. А какая сумма вас интересует? Десять тысяч. Десять тысяч долларов? Вот, точняк, десять тысяч долларов, ага. Я должна поинтересоваться, для чего вам такая большая сумма? Ну, этого, муку надо купить мне. То есть вы хотите взять кредит на десять тысяч долларов, чтобы купить муку? Ну, этот еще, чай зеленый, ага. Чай и муку за десять тысяч долларов? Да, сейчас чай подорожал очень сильно, ага. Поставки из Колумбии муки прекратились, поняла? И мука поскочила, и вместе с ней чай, поняла? Вы знаете, а я не могу вам выдать кредит. Почему? А мне еще надо этот, белый такой, рассыпчатый такой, ага. Сахар? Сахар тоже подорожал, что ли? Да, бабуль, дорогой-дорогой стал. Все, пенсионеров вперед! Я стояла, я занимала. Мне не надо никакой коммуналки. Доллары мне. Давай на всю сумму доллары. Бабулечка, ну, а кассировал? Да нахрен мне твой кассировал? Скорее, смотри, как цены в магазинах поднялись. Вот здесь пять тысяч гривен. Хорошо. Давай двести баксов, остальное принесу. Я в очередь в магазин, в очередь. А ты давай, подскакивай, подскакивай. Бабуль, я барыгу могу подсказать. Извините, но кредит я вам не дам. Ты точно не дашь, да? Ладно, тогда пойду на крайние меры. Гони деньги, быстро! Слышь ты, наркоманы, где отсюда? Ты что делаешь, это мой завтрак, коза, блин. Ой, если исчезнут все бабушки, наркоманы, жизнь станет скучной. Надежда Константиновна, я не понимаю, зачем вы нас вызвали в школу? Я вызвала вас в школу, чтобы поговорить о ваших детях. А что с ним не так? Обе мои дочери, между прочим, круглые отличницы. А мой сын, если вы забыли, идет на золотую медаль. Да, я согласна. Ваши дети слишком умные. Вот в этом-то и проблема. Какая в этом проблема? Я не понимаю. Мы нанимаем самых дорогих репетиторов. У нас дети учатся по самым новым учебникам. А вы говорите, что это проблема? Вы понимаете? Дело в том, что наша школа неблагополучная. Это мы в курсе. Это, мягко говоря, неблагополучная. Но близко к дому. Да, это аргумент, конечно. Она просто в пешей доступности. Вы понимаете, дети ваши своими высокими оценками завышают средний балл нашей школы, и она автоматически скатывается до уровня средней. Что-то я не понимаю. К чему вы клоните? Вы должны гордиться такими учениками. Я горжусь. Но вы знаете, когда мы были неблагополучной школой, мы получали неплохое финансирование. А сейчас, когда мы стали средней школой, финансирование стало средним. Ну, знаете... Знаете что, Надежда Константиновна, я не посмотрю на вот это все. Я пойду в министерство образования. Да, к самому министру образования. Да что там министерство? Я прямо сейчас в районо пойду. Вот это еще страшнее. Вот они вам там устроят. Вот вы здесь попляшите. Побойтесь районо. Давайте не психовать, дорогие родители. Ваши дети могут не посещать уроки ОБЖ. Вот скажите мне, пожалуйста, кому интересно ОБЖ? Правильно, никому не интересно. Даже учитель ОБЖ не хочет ходить на свои уроки. Слушайте, Надежда Константиновна, вы, конечно, меня извините, но сейчас вы несете полную ахинею. Полная ахинея, мой милый, это выполнять домашние задания по черчению, кому оно надо. Слушайте, ну а вдруг пригодится? Да, может наши дети станут инженерами? Архитекторами. Слушайте, родители, давайте договоримся так. Ваши дети завалят учебу, а школа в долгу не останется. В принципе, мы согласны, да, но вы же поймите, что это же лишние расходы, нанять плохих репетиторов, купить плохие учебники, это же накладно все. Я еще раз повторяю, мы в долгу не останемся. Замечательно. Ну, да, отлично, да. Мне нужно отойти, а вы пообщайтесь. Да, конечно, конечно. Прошу прощения. Я вам говорил, коллега, что то, что мы будем делать домашнее задание за наших детей, рано или поздно принесет нам неплохое копеечко. Я знаю, вы гений. Ну, я прям так сразу гений. Знаете что, я предлагаю сегодняшний вариант, который ты через стол. Я знаю. Отлично. Тогда я заказаю столик. На троих. Яна, что оно воняет? Ты что, моль травить решила? Саш, во-первых, не воняет, а благоухает. А во-вторых, это арома палочки. Они расслабляют и успокаивают. Яна, походу, они у тебя бракованные. Че это? Да потому что они не успокаивают и раздражают. А я, блин, думаю, куда все тараканы у нас делись? Так они, оказывается, надышались, успокоились, сидят и релаксуют. Саша, для тебя нормальный аромат это запах носков вонючих из-под кровати. Яна, для меня нормальный аромат что в квартире пахло борщом, а не плановой дезинфекцией. Фу. Что ты мне такой мужлан, а? Неужели ты не можешь расслабиться, вдохнуть ароматы свежести? Яблоко, манго и лаванды. Что-то у меня, по-моему, полная голова этих ароматов и свежести сейчас расколется. Саша, что за цирк? Саша! У меня аллергия на эту, на лаванду, а я еще всегда смеялся. Где эту лаванду возьмут? А вот она. Спасибо тебе, женушка. Сашенька, прости, пожалуйста. Так, все, Яна. Я вернусь через час, чтобы тут все проветрено было. Понятно? Твою ж мать. Эй, Власть, у нас есть час. Капец, у меня же аллергия на пыль. Я думал, я сдохну, а пока твой муж уйдет, что нельзя было в квартире поубирать, или что? КАПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здрасте. Скажите, здесь есть люди, которым интересно заработать немного денег? Какие деньги? Что вы такое говорите? Всего доброго. Стойте! Стойте. Что вы хотели? У меня имеется информация о фуре с контрабандным товаром. Интересно, откуда у вас такая информация, а? Вам интересно, откуда у меня информация, или более интересно, когда же проедет фура? Так, послушайте, вы... Всего доброго. Ладно, стойте. И когда же фура проедет? Вы думаете, что я в такой важной информации буду просто так раскидываться направо и налево? Ха! То есть вы хотите, чтобы мы, таможенники, заплатили вам деньги? Ха! Ну, 50 тысяч, это уже не такие большие деньги по сравнению с тем, что можно заработать на фуре с контрабандной икрой. Икрой, говорите? Секундочку. Пожалуйста. Записывайте. Пиши. Так. Завтра. Так. 15.15. Угу. Через ваш пункт проедет фура с номерами 45-45-E-G. 45-45-E-G. Так, стоп. Подождите. 45-45-E-G это фура нашего генерала. Е-Г это Егор Григорьевич. Мы их вообще не имеем права досматривать. Так пропускаем. Хорошо. Хорошо, что вы об этом помните. Чтоб не было, как в прошлый раз. мы никуда никого не пустим, пока каждую баночку не откроем и не попробуем. Ладно, ладно. Да. Понятно. Такого больше не повторить. Вот-вот. Кстати, а вы кто такой? А? Я главный бухгалтер вашего генерала Е-Г. Подождите. А зачем мы вам тогда давали 50 тысяч? Ну, понимаете, информацию я вам честно продал. А то, что это ваш начальник, это уже ваши проблемы. До свидания. Всего доброго. Ну и морда. Озел. Хорошо, что я ему деньги фальшивые дал. Да ладно. Серьезно. Красава. Надо было ему еще наркоты подбросить. Его бы приняли там, на выезде. Хе. Номер подписан в печать 29.05.17. 16.00 отпечатано в типографии. Ой, блин, скучно тут в больнице. Хоть бы телек починили. Слышь, сосед, может, картишки перекинемся, а? У меня есть классные карты. с бабами. Ты еще скажи, что у тебя журнал с бабами под подушкой. Че, видно, да? Вот че ты ржешь, а? попросишь почитать, я тебя не дам. Ты хотел сказать, посмотреть? Не, картинки то фигня. Вот сейчас реальная приедет, как с картинки. Кто? Кто-кто, стриптизершу я вызвал. Че, реально? В палату! Прямо в палату, прикинь. Деньги есть? Есть немного. Готовь, сейчас будет такое шоу. Понял. Доброе утро, мальчики. О, вот и наша красавица с картинкой. Вау. Красиво. Кто хорошо себя вел, получит витаминку. Я себя хорошо вел. Я себя хорошо вел. Витамин хватит на всех. Так, что у нас с капельницей? Посмотрим, посмотрим, что с капельницей. Это, это даже лучше, чем на картинке. Благодарю. Красавица, это тебе. Ну что, вы не стоило, но спасибо. А можно, можно я сам, сам? Можно только осторожно. Ой, ну это много. Пожем себе это позволить. Спасибо, мальчики. Какие вы хорошие пациенты. Но пойду дальше. Как пойду? Как пойду дальше? Подождите, подождите, а тетьки показать? Ти-ти, тетюлечки. Чего? Тесюльки бы посмотреть. Я сейчас клизму покажу, а потом спрячу по самой гланды. Ишь ты! извращенна. Ты кого вызвал? А, так, я думал... Блин, мы на нее все деньги потратили. Я сам в шоке. Я думаю, по-другому будет. Привет. Здрасте. Здрасте. Ну, кто здесь у нас больной, кого вылечить нужно? Да спасибо. Уже полечили. Вы че, тупые? Кто из трепезерши вызывал? Так это, приходила тут одна, мы ей все деньги отдали. Значит так, лежите тут и сами себе помогаете. Я оформляю ложный вызов. Тьфу. Приехала. Это че происходит вообще? Короче, вызыватель, журнал я тебе сегодня дам. Ну, на ночь. День добрый. Здрасте. Здрасте. Я слышал, тут решили поддержать реформу нашей отечественной медицины. Да нет, просто вышло недоразумение. Я вызвал стриптизершу, а пришла ваша медсестра. Да, и мы по ошибке кучу денег отвалили. Ну, что ж. отечественной horn дам дам б г дам дам ды и дам дам You can leave your head on, you can leave your head on, you can leave your head on. Осторожно, рука! Денег нет! Куда? Куда ты, голубчик? You can leave your head on. Вот мы и остались одни. На троих. Саша, перед тем, как одевать горшок на голову, убедись, что он пустой. Слой пыли толщиной один миллиметр. Значит, уборка здесь делалась два часа назад. Это платная группа. Мужчина, а что вы делаете? Вы что, лупой палите муравьёв? Так это на улице надо делать! Очень смешно, женщина. А теперь отойдите и не мешайте, пожалуйста, профессиональному сыщику искать улики. А я бы на вашем месте психолога поискала бы. Десять шкафчиков и всего на двух из них машинки. Это сужает круг подозреваемых. Да, надо будет попросить сторожа не приглашать сюда своих алкашей. Женщина, лишняя информация меня только отвлекает. Можете чуть-чуть потише. Спасибо. Я так и думал. Папа таксист, а мама доктор. Ну что ж, вот всё и стало на свои места. Что? Ну что, это самое, нашли? Да, это было элементарно. Итак, тот ребёнок, который подойдёт к этому шкафчику, и есть ваш сын. Осталось только его дождаться. Понял. Спасибо. Благодарочка вам. Спасибо. Обращайтесь. Найдём всё, что угодно. До свидания. Оля. А вы лучше найдите вот этому отцу совесть. К сожалению, это не в моей компетенции. До свидания. Женщина, что вы начинаете? Всё, сижу возле этого шкафчика и жду своего сынка. Ну как можно было забыть, как выглядит ваш ребёнок? Женщина, я таксистом работаю. У меня эти люди вот так, вот так. Ну не запоминай я лица, женщина. Ну хорошо. Нельзя было просто позвать. Я звал? Ну? Я пришёл, так кричу. Сынок! Сынок! Ну побежали ко мне какие-то четыре пацанёнка. Не могу я понять, кто из них мой. Ну а по имени позвать вы не догадались? Умная сильная. Звал я по имени. Пришло двое. Кто из них мой, не понимаю я. Ладно. Приведу сейчас вашего Максимку. Максимку? Так его Максим зовут? А я Колю звал. Так ещё раз. Жена у меня Люда. Сын Максим. Нет. Макс. Макс. Вот так напишу. Макс. 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 Макс.